МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда состояние фасада здания в Тихом центре Новосибирска удручает и жителей, и посетителей магазина. Нам, жильцам, захотелось иметь что-то более жизненное такое, чтобы весь дом был одинаков. Когда реконструкция части здания требует значительных вложений, а средств нет. Ремонт бы стоил больше полутора-двух миллионов, а сейчас вот это решение, оно обошлось. Получилось где-то меньше 150 тысяч. Дом номер 3 на улице Урицкого обновили по программе капитального ремонта несколько лет назад. Большую часть здания привели в порядок, а вот нетронутым островком долго оставался участок фасада в районе магазина на первом этаже. Требовалась реконструкция витражей торговой точки. Это оказалось накладной статьей расхода для собственника коммерческого помещения. Но и жители решили не оставлять дом в таком незаконченном виде. Тем более, что он расположен на гостевом маршруте в самом центре Новосибирска. Вместе с депутатом, а эта территория расположена на избирательном округе Ростислава Антонова, жители дома, представители магазина, управляющей компанией нашли выход убрать неприглядные стены и окна коммерческого помещения под маскировочный баннер в цвет фасада. Как пришли к этому креативному решению и чем в таких вопросах может помочь городской депутат, смотрите в программе «Дела и люди». Редактор субтитров А.Семкин Я считаю, что это настолько подписывается в основе нашего центра. Ростислав Валерьевич, расскажите о таком интересном фасадном решении на своем округе. Какую проблему пытались решить жители? В прошлом году у нас был капитальный ремонт фасада здания. И вот здесь участок – это остекление, окна, которые не подпадают под замену. Соответственно, предприниматель, кому принадлежит помещение, он не в состоянии сейчас был заменить полностью окна. И мы приняли решение пойти ему навстречу, дать возможность какое-то время поэксплуатировать, но с тем, чтобы привести в порядок фасад, чтобы действительно красивое здание не было убито страшным фасадом. Здесь был баннер или панели даже с закрашенной белой краской грязной и там с граффити. То есть это был просто, знаете, такой как медвежий угол, причем в центре Новосибирска. Это одна из старейших улиц Новосибирска. Здесь старый фонд, здесь исторический фонд города. И, конечно, он должен выглядеть достойно. Это то место, где у нас проходят туристы. Почему еще этот баннер был нужен, почему надо было закрыть это пятно? Потому что здесь проходит туристический маршрут. Люди смотрят, приезжают, в том числе иностранцы смотрят на наш город. И буквально за это все стыдно. И здесь, надо сказать, что пошли, начали работать и управляющая компания, и жители, и мэрия города Новосибирска. И, собственно, сам предприниматель потратили силы, время и в том числе средства. Это все, кстати, внебюджетное, да, то есть это не за счет города. И вот сделали такую красоту. Да, это на пару, на тройку лет, но сама идея этого проекта заключается в том, что можно небольшими силами, небольшими средствами благоустроить свое окружающее пространство. Потропнее расскажите механизм. То есть вы как депутат здесь как участвовали? Люди к вам обратились? Первое, это надо было согласовать. То есть мы обратились в отдел рекламы на предмет того, что нарушает ли вот это решение законодательство о рекламе. Но так как это не рекламная конструкция, то нам было согласовано, что они не подпадают под регулирование. Соответственно, у нас появилась возможность такое покрытие здесь сделать временное, как временное решение. Дальше уже мы организовали рабочие встречи с жителями, с управляющей компанией и с магазином. И вот в рамках этой рабочей группы все мероприятия провели, то есть получили такой результат. До того, как вот эта конструкция наша появилась, белый баннер, да, он прикрывал эти старые окна, разбитые деревянные. Ужасная картина. Вот, появилась такая мысль, чтобы, ну, вот это все дело закрыть, пока предварительно, ну, хозяйка магазина там, ну, не выполнит работы по установке окон. Сначала сделали эскиз, чтобы у нас с фасадом дома, как бы, наш баннер, он откликался. Запустили в работу. Вот эта конструкция подрамника, который под баннером у нас, она из профильной трубы. Конструкция была установлена. Рекламная организация напечатала этот баннер и также подрядчик его установил. Видно у нас здесь саморезы. Почему они так часто? Для того, чтобы эта конструкция, ну, сам баннер, он плотнее сидел на подрамнике. Металл, который у нас на подрамнике, он защищен от коррозии полностью, вся рама прокрашена была. Старый баннер был разрисован, я думаю, потому что вот он такой был весь грязный, белый. Видимо, у людей руки чесались. Думаю, что... Думаю, что... Да, как-то его сделать красивее, но я думаю, что этот, как бы, рука не поднимется у них. Татьяна Георгиевна, расскажите, вот что было до того, как у вас такой баннер появился, что говорили покупатели? У нас здесь был баннер. Мы его по требованию закона о рекламе, мы его вынуждены были закрасить, потому что он не соответствовало. И закрашенный он стоял у нас долгое время, на что обращали покупатели. И мы тоже... Общественность дома тоже подключилась. И обратились к депутату Славу Валерьевичу. Он приехал, посмотрел, команду собрал. Была идея создать такой баннер, который бы людям напоминал о историческом центре этого города. Сделаны были эскизы, которые мы сопротивляли. Покупателям нравятся люди, которые сюда приезжают, не только наши жители, но и на экскурсию появляются здесь дети, взрослые. Все-таки здесь и церковь старинная, одна из первых церквей нашего города, еще Новониколаевска. И вот такой баннер вписывается в контекст исторического центра. Мы очень довольны. Я благодарна всей команде, которые принимали участие в создании вот этого шедевра, можно сказать. Ну, и надеюсь, что он прослужит нам долго, если не будут вандалы, как я их называю, которые пишут по всему городу. Мы обращались и в полицию, и в мэрию, но как-то вот все дальше и дело не идет. У вас есть камеры, да? У нас есть камеры, но вот... А что камеры? Камеры, они... Опознать сложно, да? Опознать сложно, на самом деле, да. Это не наша задача искать этих людей, но хотелось бы, чтобы вот не было таких надписей на таком великолепном баннере. Магазин существовал всегда. Он менял свои предназначения, но всегда было продовольствие, продавали. И мы тоже сохранили вот на протяжении многих лет, мы стараемся, чтобы люди к нам приходили, потому что в округе у наших магазинов, ну, почти нет. Стало красиво, привлекательно. Чтобы на работу приходить, наверное, приятнее, жители мимо прошли. Это да, это да. Наверное, все не принимали участие для обсуждения, но вот Любовь Ивановна, старший по дому, Ростислав Валерьевич, помощник депутата Вероника Георгиевна, тоже приняла. Ей большое спасибо за то, что она все-таки организатор очень хороший, и всех нас собирала для скорейшего воплощения вот этой идеи. Дому 88 лет. Я здесь живу 54 года. 45 лет я старше по дому. Поэтому вот как мы сдвинули капитальный ремонт, я считаю, что это только вот моим трудом. Чтобы нас занесли в программу, это, наверное, года два я старалась. Когда нас занесли в программу, то надо все три дома, чтобы у вас вместе были. Чтобы проектная организация разрабатывала проект на все три дома. Потом я написала письмо, чтобы подрядчики были на все три дома, один и тот же подрядчик, чтобы у них спора с ДОРа не было. Вот так вот мы немножко ускорили процесс капитального ремонта. В 21-м году, пару лет назад, получается, он состоялся. Капитальный ремонт у нас внутри был закончен в 18-м году, а в 21-м году начался капитальный ремонт фасады. А вот завершение установки вот этих баннеров в течение двух лет решался этот вопрос. Нам, жильцам, захотелось иметь что-то более жизненное такое, чтобы весь дом был одинаков. Вот как мы решили. И тут очень хорошо подключился депутат к этому вопросу. Приехал художник и вот нам такое чудо нарисовал. Ну, наверное, здесь нам помогла начальник отдела рекламы, мэрия, женщина. Потому что она сюда подключилась и сказала, что тут не реклама, главное отремонтировать дом. Вот. Я это очень долго утверждала, что надо посмотреть, снять старую рекламу и отремонтировать стены дома. Но меня вот как раз целый год тормозили, ничего не доделывали. А потом вот все-таки подключился депутат, услышал мои слова, требования наши, жильцов, что здесь должно быть поменьше рекламы, а побольше, чтобы выглядел дом как дом. И вот поэтому нарисованы вот эти вот окна, сделано так, художник сделал. И все у нас очень одобряются. Какой отклик у жителей? Отклик у жителей очень хороший, всем это все понравилось. Один художник у нас живет в доме, но он отсутствовал и жил в Ленинграде. И говорит, я в Ленинграде такого еще не видел. Вот. И очень понравился фотопортрет Николая Второго, вон там, ему, нашему художнику. Ну вот. Вот этот вот сейчас мой сосед тоже самый очарован прям этими баннерами. У нас дом был, он это, ну не слоновой кости, а темненький. А это самое, а я задавала задание, чтобы был дом слоновой кости. А два дома вообще никак не задали, как покрасить. И когда уже пришли красить, и почему-то решили, те два дома, давайте сделаем вот такой цвет. Ну я согласилась, думаю, ну раз два дома, согласны, и я с тобой согласна. И баннер вам надо было увязать тоже с цветом фасада. Да, да. А потом родился баннер в цвет вот именно это, и в стиль дома. Вот что надо сказать. Когда решался вопрос, как это изобразить, то решили, что мы, здесь комиссия была, и мы решили, чтобы и первый, и второй этаж были одинаково, выглядели, окна были. На уши вот занавесочки, и это уже художник придумал. Вот это фасадное решение у вас единственное, первое такое, может быть, куда-то такую подобную идею еще на округе готовы распространять. Видите, к нам же обратились с жалобой люди, с претензией, что почему у нас в таком состоянии находится вот здесь этот фасад при капитальном ремонте. И мы нашли такое, это было решение как бы локальное, да, если кто-то еще с такими же идеями обратится, конечно, мы поможем пройти все согласования, это будет намного проще. Ремонт бы стоил больше, больше полутора, там, двух миллионов, а сейчас вот это решение, оно обошлось. Ну, то, что с восстановлением всех, как бы, участков получилось где-то меньше 150 тысяч. Дизайн разработал наш новосибирский художник, это Виктор Савин, мы с ним очень давно сотрудничаем, и вот, собственно, мы вновь к нему обратились. Здесь собственник есть, но в любом случае, они могли его замучить жалобами дополнительно, мы договорились, что просто вот совместно это решение принимаем, и будет, ну, просто на несколько лет ему дана фора, чтобы он накопил денег и сделал окна. Живем же сейчас, мы не ждем, там, 5-10 лет, когда у нас станет красиво. А надо людям все-таки чувствовать себя достойно, потому что потратили большие деньги на фасад, и здесь оставлять грязное пятно очень не хотелось, поэтому я рад, что мы, во-первых, сделали это к празднику 9 мая, вот, а во-вторых, рад, что всем понравилось. Есть варианты, как решение, фасадное решение, то есть можно сделать интересное граффити, можно сделать баннер, можно где-то какой-то поддерживающий ремонт, но это надо именно совместно обсуждать с жителями, саму эту идею. У меня в этом году есть еще одна идея, я немножко ее анонсирую, мы хотим сделать выставку марок с видами Новосибирска, это будет настенная, то есть это будут большие марки, сделанные рисунки под это, мы это делаем совместно с музеем города Новосибирска, дай бог у нас в этом году получится. Это тоже мы нашли еще один медвежий угол в самом центре города, мимо которого ходят ежедневно десятки, сотни, тысячи людей, вот, и мы его немножечко благоустроим. Это будет просто выставка, по сути, видов старого Новосибирска. Вот такой будет подарок городу, я надеюсь, у меня получится это сделать этим летом. Новосибирска Новосибирска Новосибирска